у меня находится чебурашка за моей спиной крокодил гена и вот видите прямо такой красоте я сейчас нахожусь да приветствую всех на моем канале это юлия чепелева с первого взгляда может показаться что мы в японии но к сожалению еще самолеты не летают поэтому мы доехали до японского садика который находится не очень далеко от нас в городе хулон он небольшой этот садик ну вот прям маленький малюсенький сказал находится он между вилл то есть если не знать где он находится вряд ли вы его найдете потому что сейчас он еще и огорожен таким забором вот сейчас развернусь видите забор за моей спиной просто здесь строится сейчас трамвайные пути поэтому дороги вы его просто не увидите нужно знать что здесь есть это необыкновенное место на самом деле это место необыкновенное потому что во первых здесь растет сакура и сейчас я вам покажу вы представляете в израиле растет настоящая японская сакура во вторых вот если посмотреть на кусты все они тоже выполнены в таком вот минималистичном японском стиле и когда попадаете сюда то ощущение что вы не в израиле сейчас я пойду покажу вам вот эти вот прекрасные деревья которые здесь цветут здесь есть небольшой бассейн вот прудик такой да за моей спиной вот он слышно и при входе кстати есть указатель где написано что глубина его достигает 40 сантиметров поэтому будьте осторожны с детьми я понимаю что по вечерам здесь есть подсветки такие вот фонарики тоже в японском стиле и вот видите прямо в какой красоте я сейчас нахожусь до много времени не займет прогуляться по этому саду сюда приезжают делать фотосессии и мы когда приехали здесь как раз делали фотосессию будущие молодые родители ну так же выходят погулять посидеть немного с детьми наши дети конечно оббежали этот садик буквально за 10 минут поэтому мы отсюда едем дальше и едем и отсюда в парк имени переса который тоже находится в городе хулон там мы уже сможем покататься на катамаранах и провести вот такой вот субботний день с нашими детьми вот сейчас видите слышим до шума таких вот маленьких водопадов все такое маленькое мы привыкли что в израиле все большое и да да когда нам подается в ресторанах то порция небольшие водопады большие а здесь все такое маленькая миниатюрная вот маленькая япония в центре в израиле они нашли что они обнаружили что-то майк не у тебя японские ниндзя на голове да и вот обратите внимание даже мы идем по такой не по таким мелким камушком я такого в израиле не встречала вижу такое впервые добрый день вот там вдали виденеется синагога ханукиян стоит на крыше и это обычный жилой район вилл которого так вот плавно переходит вот в такой японский садик а яй-яй-яй Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как-то я уже рассказывала, что у меня в телефоне есть интересное приложение, с помощью которого я определяю различные разновидности растений, животных, рыбок. В общем, всего, что хотите. Просто наводите телефон, фотографируйте, и с помощью гугла вам показывают, что это за растение. На это растение я сразу обратила внимание, потому что такого вы в Израиле не увидите. Я сфотографировала, и что я узнала, это османтус разнолистный. Это маслиновые растения, которые происходят из Восточной Азии, область естественного распространения, японские острова, Тайвань. И теперь они находятся у нас в Хулоне, в нашем израильском городе. То есть, да, мы уже привыкли как-то к нашей флоре. Для нас не кажется странным, если вы увидите посреди города Кипарис, но если вот видите такое, сразу обращайте внимание. Вот еще дерево, которое привлекло мое внимание. Тоже такого вы на обычной израильской улице не увидите, так что пойдемте определим тоже, что это за растение. Субтитры создавал DimaTorzok Это дерево у нас называется Кассия трубчатая. Это растение семейства бобовых. И оно произрастает в Южном Пакистане, Индии, Мьянме, на Шри-Ланке и в других странах Южно- и Юго-Восточной Азии. И этот цветок, этого дерева является национальным символом Таиланда. Так что часть Таиланда тоже здесь есть у нас в Израиле. Мы продолжаем нашу поездку по Хулону. И вот здесь смотрите какой сквер. Около меня находится Чебурашка. За моей спиной крокодил Гена. И здесь еще старуха Шапокляк. В общем вся компания в сборе. Что это такое в городе Хулоне я уже как-то рассказывала. Есть 48 скверов, которые посвящены разным детским книжкам. И вот один из скверов, он посвящен как раз таки книге Эдуарда Успенского о Чебурашке. Вот здесь так и написано на иврите Чебурашка. Вот это Чебурашка и его друзья. Лео, ты знаешь кто это такие? А как крокодила зовут? Не помню. Крокодил Гена. А вот этот ушастый кто это? А точно Гена. Есть тоже на... Помнишь? А как зовут вот этого с ушами большими? Я же сам не знаю. Не знаешь? Чебурашка. Чебурашка. А у нас есть Чебурашка. В Израиле многие считают, что это вид обезьяны, который водится в России. Те, кто видели игрушку Чебурашка. Мы приехали в парк Перес, о котором я говорила. Вот он перед нашими глазами. А вот здесь проходит тренировка наших гимнасток, нашей национальной сборной. Потому что сейчас в закрытом помещении тренироваться нельзя. Вообще вот видите это здание, Тота Хулон. Здесь ежегодно проходит гран-при по художественной гимнастике, куда приезжают гимнастки со всего мира. И здесь же тренируется наша сборная. И вот сейчас девочки тренируются на улице под руководством наших тренеров. Вот так вот выглядит этот парк. А вот это вот здание, где такой отпечаток руки, это детский музей Израиля. Вообще город Хулон называют городом детей. Здесь очень много музеев и для детей. Музей графики, музей дизайна. И вот детский музей тоже здесь. Он, кстати, был открыт недавно, этот парк. Строился буквально на наших глазах, можно так сказать. Здесь можно покататься на катамаранах. Вот сюда вверх уходят просто детские площадки, там можно пожарить шашлыки. А если пройти вперед туда за пальмы, то там огромный аквапарк, который, понятно, уже последние месяцы остается закрытым. Трав insights в открытый музей. А сейчас я стою еще раз. Субтитры делал DimaTorzok Здесь немного обдубает вектирок, когда Лео набирает скорость, а вообще сейчас показываю температуру 37 градусов жары и всего лишь 11 часов утра, поэтому, да, нужно выходить, наверное, пораньше, хотя вот такие вот аттракционы, они начинают работать, мне кажется, часов 10, может быть, 7, я не знаю, точно не знаю. До обеда стоит закругляться со своими мероприятиями. Я не знаю, как наши гимнастки тренируются при 37 градусах жары, это очень тяжело. Молодцы! Вот они как раз-таки по всему парку гуляют, тренируются. Кстати, по поводу города Хулон, для Мишеля это не просто город, это город, где он учился, вырос, до сих пор живут его родители, поэтому я снимала Бершеву и говорила, что это город детства моего, а это город детства Мишеля. Правда, вот этого всего не было, когда Мишель было делать. Да, они все строили, это я строил. Три года назад. Этот бассейн они поменяли и сделали по-новому. Но все, что касается вот этого комплекса, 20 лет назад здесь было просто лесок. Вот это самый хороший, самый приятный участок поездки, потому что здесь попадают прохладные капли на вас. Ребят, я помнила вас. Мстинка поездки. Во-ну-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Да, вот а куда-то. Вот что со мной сделали, я не знаю, ну, благо, да, я считала 37 градусов жары, поэтому я надеюсь, быстро мой комбинезон высохнет. И лето же, лето же. Ты тоже. Посмотри, какая мама мокрая. Аааа. Местова. Ааа. Получилось? Это был сюрприз. Хороший сюрприз. Зато прохладно сейчас. Аааа. Вот в таком виде я вышла с катания. Ну, колодка. Знаете, какая мыса меня посетила? Вот если бы были у меня девочки, они бы никогда не договорились с папой против меня. А теперь я попала в цепи трех грузецких мужчин. Вот. Так что с вас... О, весь мокрый. Вся мокрая. Так что с вас прошу лайки. Хотя бы поддержать меня, бедную несчастную женщину. На самом деле, что от вас? Подписок, комментарии и поддержки нашего канала. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok